Привет, меня зовут Евгений Жирков, я Северлайт MVP и работаю в компании PAM. Я занимаюсь разработкой веб-проектов, которая связана с APO, выводом компании на APO, и, собственно говоря, веб-платформа. Ну, прежде всего, я докладчик и рассказываю о Windows Runtime, о Windows 8, так как, собственно говоря, платформа новая, и, так как меня симпатизирует сам Windows Phone 7 еще начал, я начал увлекаться и интересоваться новой Windows 8. Соответственно, захотелось изучить глубже, рассмотреть, посмотреть, пощупать, и потом рассказать, собственно говоря, другим людям о том, насколько это интересно, что можно нового, что нового в платформе вообще, и что предоставляет совсем новый подход к интерфейсу от Microsoft. Ну, а тема моего доклада была — это обзор Windows Runtime. Соответственно, мы рассматривали полностью экосистему MetroStyle приложений, как они строятся, что находится на заднем фоне, как строится архитектура, на каких языках можно писать, на JavaScript, на C Sharp, что у нас впереди, ZAML, HTML, то есть, ну, с какими устройствами можно работать, что это дает, как выглядит интерфейс и тому подобное. Фактически, это абсолютно новый подход в работе с пользователем, со мной, как с человеком с XP Experience, полностью новый. Не только, опять-таки, как и пользователя, так и разработчика, предоставляя новый API, что довольно-таки очень удобно, приятно и непривычно даже некоторые вещи, приятно непривычно. Конечно, сейчас еще немножечко рано говорить о полностью коммерческих приложениях, но то, что пытаешься, во-первых, это уже, ну, уже точно можно сказать, что Microsoft продвигает там MVVM-паттерн, потому что он уже есть в примерах и во всем остальном, и это рост, определенно рост в уровне разработки, в то, как отображать пользователю информацию, в то, как тебе нужно отображать эту информацию, и ты уже задумаешься конкретно о той информации, которую ты будешь показывать, а не как, насколько ее красиво. То есть, у тебя это уже продумали, и ты просто наслаждаешься этим. Ну, определенно нужно ставить ставку на Windows 8, на разработку, потому что нас ожидает Windows Store, и мы сможем продавать свои приложения и, естественно, зарабатывать деньги. Но, опять-таки, нужно набраться терпения, потому что платформа новая, как выйдет, нужно развиться. Но, определенно нужно делать упор и уже готовиться сейчас, читать литературу, статьи, пробовать писать приложения, потому что чем раньше ты валешься в струю, тем больше денег заработаешь, и тем выше будет твоя ценность, как специалист на рынке. Я знаю и сталкивался с тем, что люди очень сильно любят заказчики, красивые приложения, особенно те, которые работают с финансами для этого визуализации, и они уже работают, и уже есть проекты, которые там, на там же Cellular Light или DPF, которые отображают это все. Но теперь это как-то стало систематизировано, и есть понятно, куда двигаться, как это отображать. И бизнес по-любому на это обратит внимание и захочет двигаться и использовать это, безусловно. Да, естественно, используйте технологии самые новые, обязательно смотрите, даже если вы не находитесь в другом каком-то секторе, не в мобильном, а в вебе. Обязательно смотрите на конкурентные рынки, обязательно смотрите полностью на весь DotNetStack, который есть у вас возможность, потому что сегодня вы работаете с одним, завтра с другим, и ценность вашего специалиста абсолютно растет, если вы знаете больше технологий. Да, их глубоко изучить конкретно работы невозможно, но вы всегда можете переместиться в другой сектор рынка и сделать это с удовольствием, особенно если это вам нравится. Зарабатывайте деньги, ходите на конференции, читайте материалы. Это самое лучшее, самое приятное. Находите людей, партнеров, на конференции всегда можно познакомиться с интересными единомышленниками, с которыми потом завязываются партнерские отношения, как друзей, выпускать совместные приложения, а потом это уже что-то переливается. Это очень-очень интересно.